Тоже девочка из многодетной семьи, мы дружим с семьями. Уже много лет старшие дети в одном классе учатся, вот эти в другом классе вместе. Два года назад Марина Коченкова родила долгожданную дочку. Рождение Василисы стало самой большой радостью в семье. Она третий ребенок и младшая сестра двух братьев. После рождения дочери семья Марины получила статус многодетной. Чтобы улучшить жилищные условия, семья воспользовалась ипотечным кредитованием. Мы использовали материнский федеральный капитал и за рождение третьего ребенка еще нам принадлежит краевой капитал в размере 106 тысяч рублей. Мы использовали его на погашение ипотечного кредита. Ну конечно очень приятно, это огромная поддержка, то есть если мы бы платили, допустим, ежемесячный платеж в два раза больше. Федеральная программа материнский капитал стала хорошим стимулом для многих богучанских семей, вновь стать родителями или усыновить ребенка. Его можно потратить на приобретение жилого помещения, образование детей или на накопительную часть пенсии мамы. Материнский капитал – это форма дополнительной поддержки семей, имеющих детей, второго и последующих детей. То есть выдается он при рождении второго ребенка, соответственно, третьего и последующих. Это форма поддержки федерации, поэтому это государственная поддержка. На сегодня сумма материнского капитала составляет 429 408 рублей 50 копеек с учетом индексации. Обладательницей первого сертификата по федеральной программе в районе стала Евгения Никифорова. Свой сертификат, то есть в связи с рождением третьего ребенка, я получила в 2007 году. То есть это первый сертификат в Богучанском районе. И в дальнейшем, когда мои старшие дети закончили школу, стал вопрос о покупке жилья. Мы брали кредитный договор, и у нас часть средств ушла на погашение по кредитному договору. Но в дальнейшем мы планируем обучение платное у детей, планируем часть направить уже за обучение. С 2011 года в Красноярском крае установлена дополнительная мера поддержки многодетным семьям. Краевой семейный капитал более 117 тысяч рублей семьи могут получить после рождения третьего и последующих детей. Могут обратиться на улучшение жилищных условий. Что сюда у нас включается? Это погашение ипотечного кредита, основного долга по ипотечному кредиту. Можно на строительство, то есть на улучшение. Здесь тоже свои особенности. И на получение транспортных средств реабилитации, то есть для больного ребенка. В данном случае ребенок может быть не обязательно тот, который дал право на получение сертификата. Многодетная семья может получать эту помощь в виде ежегодной выплаты в размере 12 тысяч рублей. Именно так в районе поступили более 180 семей. Остается сказать, что на период действия закона в районе на оказание помощи многодетным семьям уже затрачено около 5 миллионов рублей.